Короче говоря, за мной следят. Это был конец октября. Я вернулся домой после костюмированной вечеринки на Хэллоуин. Вы спросите, почему я не в костюме? Этот же вопрос мне задали на фейс-контроле перед входом на вечеринку. Поэтому я был вынужден вернуться в свою конуру. Кстати, в моей комнате всё было под стать празднику. Мрачная атмосфера, паутина в углу, тарелка с конфетами, скелет в шкафу. Ну а что, у каждого же есть свои скелеты в шкафу. Я потянулся к тарелке с конфетами, нащупал в ней что-то странное. Достал этот предмет. Похоже на какую-то крошечную микросхему. Что она тут делает? Присмотрелся повнимательнее. На ней были какие-то цифры и буквы. Я загуглил, что они означают. Оказалось, что это жучок-прослушка. Неужели за мной таким образом следят? Но кому и зачем это понадобилось? Кому понадобилось слушать, как я пою в душе? Как разговариваю со своей кошкой? Как я пою в душе со своей кошкой? Мне это не нравится. Я хотел было разломить жучок, но решил, что пока оставлю его. Таким образом я смогу ввести в заблуждение тех, кто устроил за мной слежку. Сказал вслух, что обожаю холодец. Что на самом деле можно делить на ноль. А еще, что я чемпион мира по боксу. Хотя это может их отпугнуть. Сказал, что не люблю холодец. Теперь нужно думать, как эти шпионы. Для чего они устроили слежку? Наверняка выжидают, когда я надолго покину квартиру, чтобы самим проникнуть в нее. Сделал вид, что разговариваю по телефону. Сказал, что через 15 минут уезжаю по делам на 3 дня, и квартира будет пустовать. Пол дела сделано. Немного пошуршал одеждой, типа собираюсь. Немного поругался, типа ищу ключи. Реально поругался, потому что реально потерял ключи. Нашел ключи. Открыл дверь. Захлопнул ее. Все, меня дома нет. Теперь главное все делать максимально тихо. Я на цыпочках зашел на кухню, взял вилку и присел около двери в ожидании шпионов. Прошел час. Два часа. Никто пока так и не пришел. А в куртке было очень жарко. Попробую беззвучно ее снять. Но куртка, как назло, шуршала очень громко. Нужно выкручиваться. Сделаю вид, что это кошка. Мяукнул. Снял куртку. Снова мяукнул. Повесил куртку на крючок. Почувствовал, что голоден. Я мяукал, пока открывал холодильник. Пока разогревал еду в микроволновке. Пока кушал. Пришла настоящая кошка. Посмотрела на меня, как на придурка. Стало неловко. Я вернулся на свое место с вилкой. Надеюсь, меня еще не раскусили. Посмотрел на потолок. Там все это время висела шпионская камера. Я идиот. Поднялся на ноги. Сказал кошке, что наш спектакль окончен и было очень здорово. Вот блин, меня не только прослушивают, но еще и просматривают. Заглянул под стол. Здесь был чей-то нос. Значит, они еще и что-то вынюхивают? Дело куда хуже, чем я думал. Мне кажется, я давно спалился, что спалил их. Пора выйти с ними на связь. Я сказал, что знаю о прослушке и они немедленно должны со мной связаться. Иначе я вызову полицию и тогда они попляшут. Мне пришла смска с неизвестного номера. Вот ты и попался на эту удочку. Я вынул крючок изо рта. Что это означает? Пришла еще одна смска. Ты сдохнешь в муках. Все в порядке. Это от бабушки. Я сообщил шпионам, что уже набираю номер полиции. Они ответили, что тоже набирают номер полиции. Я сказал, что в этом же нет смысла. Они сказали, а, да, точняк. Похоже, они водят меня вокруг пальца. Именно так и было. Я позвонил в полицию. Мне ответили. Хотя я ничего не спрашивал. Сказал, что за мной шпионят. По моему дому расставлены камеры и жучки. Там сказали, чтобы я сам разбирался со своими колесами и насекомыми. Сбросили трубку. Я понял, что они мне не помогут. Пора переходить к радикальным мерам. Я сломал жучок. Разбил камеру. Вторую камеру. Пришла смска от шпиона. Это был плачущий смайлик. Я усмехнулся. Так им и надо. Мне позвонила бабушка. Спросила, зачем я сломал всю ее прослушку. Бабушка? Но зачем ей понадобилось за мной следить? Да мы с дедом твоим поспорили. Я говорю ему, что ближайшие два года ты не найдешь себе девчонку. А он говорит, нет, ближайшие пять лет ты ни хрена не найдешь. Вот и поставили прослушку. А ты там со своей кошкой в душе поешь. Да всякой хренью занимаешься. Все, пока, бестолочь. Короче говоря, за мной следят. Мы с дедом следим за твоим лайком и подпиской на канал. Наш внучок стесняется, не может нормально вас попросить. Так хоть мы это сделаем. Давайте ноги в руки и ставьте там все, что нужно. Спасибо за просмотр и ждем тебя снова. Баба-баба.